Мой папа верил в коммунизм и в социализм с человеческим лицом. Я 10 лет доказывал ему, что коммунизм построить невозможно, а социализм с человеческим лицом – это мифическое существо, не способное к существованию. Но папа не сдавался. Папа боролся до последнего вздоха. Я серьезно. Он умер, так и не признав того, что, на мой взгляд, было абсолютно очевидно. Он ушел и оставил меня с вопросом, который много лет не давал мне покоя. Мой папа был умным человеком, мой папа был талантливым журналистом. Почему же тогда он был не способен признать и принять очевидное? Знаете, я заметил, что споря с человеком, доказывая ему свою правоту, мы редко задумываемся о том, кем делает этого человека признание нашей правоты. Ты не видишь очевидного, говорим мой оппоненту. Но вот вопрос – кто он тогда, если он не способен увидеть очевидного? Ты защищаешь кровопролитие и тоталитарный режим, говорим мой оппонент. Кто он тогда, если он на стороне кровопролития? Видите, мне было так просто принять очевидность. Папе, для того, чтобы принять ее, нужно было одновременно принять еще много другого, того, что просто не приходило мне в голову. Признать, что он зря не уехал, когда все уезжали. Признать, что он зря верил, когда многие не верили. Признать, что в десятках споров по сотне поводов он на самом деле был совершенно неправ, хотя считал себя абсолютно правым. Чтобы принять то, что было для меня таким очевидным, моему отцу нужно было принять и признать ошибочность большей части своей жизни. Знаете, существует поразительный факт. Многие граждане стран, членов гитлеровской коалиции, так до конца жизни и не сумели признать существование концентрационных лагерей. Потому что такое признание делало бы их ответственными за то, что в этих лагерях происходило. Раньше мне было сложно это понять. Сегодня намного проще. Видите, доверяя бизнесу, мы вкладываем в него деньги. Доверяя своей стране, мы вкладываем в собственную жизнь. Я не знаю, можно ли предать Родину. Но вот то, что Родина может предать тебя, я знаю точно. Страшно, если тебя предал друг. Страшно, если тебя предал любимый человек или партнер по бизнесу. Но нет ничего страшнее, чем предательство Родины. Родина может сделать тебя неудачником. А зачем вкладывался? Зачем верил, что истории не знаешь? Родина может сделать тебя негодяем. Что ж ты молчал? Не видел, к чему все идет? Родина может сделать тебя мучителем. Да-да, кровь этих людей теперь и на твоих руках. Родина может сделать тебя идиотом. О чем ты вообще думал, когда все умные люди валили отсюда? Человек, который спорит с очевидным, защищает не Родину, а самого себя. Свои ошибки, свою доверчивость, свою неоправдавшуюся веру в то, что вот в этот раз, на этот раз все будет иначе. Это не попытка отстоять свои взгляды. Это попытка сохранить достоинство, уважение к себе и хоть какую-то надежду на будущее. Очевидность слишком страшна, чтобы ее признать, потому что такое признание делает ситуацию окончательно невыносимой. Знаете, один мой знакомый, потерявший сына на уже полузабытой войне, говорил мне, я буду поддерживать мою страну и ее войну, потому что хочу считать своего сына погибшим героем, а не уничтоженным оккупантом. Много лет назад, совсем ребенком, я с родителями жил в Праге. Чешские дети отказывались со мной играть. В их глазах я был русским и поэтому олицетворял собой советские танки на пражских улицах страшным летом 68-го. И сегодня я спрашиваю себя, было бы мне легче вынести ту детскую обиду, если бы я верил, что пьяные солдаты, давившие танками людей на улицах мирного города, были участниками освободительной спецоперации. Это был Яковлев по понедельникам. Нет войне. Мирной недели вам, друзья. И до понедельника. Мирной недели вам, друзья. Мирной недели вам, друзья. Мирной недели вам, друзья. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...